Дух Фудо Сен Опасных вещей в джиу-джитсу гораздо более опасных, чем какой-нибудь сраный нириппинг или футлоки. Их очень гораздо больше. И мы по этому поводу не комплексуем. Ну вот правила так составлялись. Когда-то кто-то, видимо, из монстров-отцов-основателей пострадал от этих техник. У них по этому поводу случился ботферт. И они смогли это чуть ли... Если бы они могли, они бы в Конституцию Бразилии включили этот запрет того же нириппинга. Но, видимо, у них не совсем это получилось. Они включили его в правила IBGF. Мне кажется, что это необоснованно. Если братья запрещают просто все вот такие умеренно... Ну тут неудобные назовем их. Это не опасные техники. Они не опаснее некоторых изящных кошмаров из Доларивы, из обратной Доларивы. Вопрос заключается в том, что... Стас, например, он из Хафгарда может выходить в сторону, когда у меня нога складывается. Да пипец. Там разы опаснее. Там не риппинг любой по сравнению с этим детским риппингом. Вопрос в том, что людям было неудобно и это желание не изучать. Просто взять и убрать это из соревнований. А еще пометую вот эту... Да, комфортная среда. Создание ее самой себе. Этой школе. А в свое время это было по дзюдо очень хорошо заметно. Потому что в дзюдо в 1914 году взяли и убрали из соревнований болевые на ноги. Это к вопросу там самбистов, которые любят топить, что видите, самбом это все-таки наш симбиоз национальных видов борьб. Там же есть болевые на ноги. А на самом деле Ощепков, когда получил первый дан еще, даже на соревнованиях в ШАИ применялись болевые приемы на ноги. То есть ты помнишь еще эти? Да, я отлично помню эти времена. Помню, говорю, Васян, давай, соберись. Я даже хотел участвовать, но так не сложилось. Да, да, да. Но что-то как-то не пошло. Силы возраста не сложились. И ситуация, да, не было дивизиона Мастерс 6. Мастерс минус 6. И, короче, к 14-му году они взяли и отменили болевые на ноги. Понять их можно. Я в одном своем обзоре у Лены, там, Зинкевич был в блоге касательно косен-дзюдо. Видимо, в силу отставания, видимо, в то время таких вещей, как травматология, ортопедия в Японии, им, конечно, не хотелось так часто терять спортсменов. Они на утюгах уползали из этого Кадакана или из Киотского центра Дайни-Помбу-Ток-Кай. Поэтому они просто убрали это из соревнований. А то, что убрали из соревнований, перестают изучать в принципе, потому что оно нахрен никому не нужно, что тратить на это время. Силы селф-дефэнс. Да. И поэтому, как ни странно, в дзюдо есть очень интересный огрызок от этих техник. Там же есть несколько ката. Нагану ката – это набор бросков такой. Который сдают в виде экзамена. А есть катамину ката. Это техника, демонстрация техники в партере. Самая последняя техника там – это тот самый нириппинг. Это ашигарами. Это когда делают узел бедра. То есть это вот такая вот отрыжка в историю. Типа вот у нас были болевые на ноги, но теперь мы совсем не знаем, как их делать. И готовы умереть от них полностью. Причем у них ашигарами – это и не сам болевая позиция даже. Да, да, это позиция. Они ее забирают круто, глубоко. Эту ногу закидывают ее. Прямо реально. Вот как у самбистов она так складывается. Но, естественно, никакой игры вокруг этого нет. Они это все потеряли. Поэтому в джиу-джитсу взяли пример со своих же корней, с дзюдо. Просто запрещать какие-то техники. Они выхолачиваются. И слава богу, в принципе, что есть и дзю-си, есть другие виды. А как тебя зовут? Ага, меня зовут медведь. Себя дядя Миша. Да, конечно. И в конечном счете вот эти вот вещи, я считаю, что запретам не должны подвергаться. Они должны подвергаться очень тщательному изучению. Как те же бросок ножницами, да? Ничего такого суперопасного в этом нет. Покалечиться можно и броском через спину с колен, да? Реально, можно человек инвалидом оставить. Воткнуть его огнетушителем и гардпулом. Но запрет — это не лепится. Нужно просто хорошо это изучать. Нужно хорошо учиться даже получать эти все технические действия в свой адрес. Правильно на них реагировать. А не паниковать, падать вперед, ноги назад. И ты уже в двух частях такой существуешь, как кинопильм какой-нибудь. Да, несерьезно. Поэтому я противник таких запретов. Я бы убрал правила не риппинга. Я бы совершенно четко разрешил бы синих поясов и далтов. И мастерс сделал бы правила едиными. Так было бы проще. Люди бы приходили с более консистентной техникой уже к зрелому спортивному возрасту. Ну, не хотят в ЭБДЖФ. Зачем-то им это надо. Удивляет иногда проводить какая-то организация соревнования. Человек оттуда возвращается со счастливой физиономией. Я теперь мастер спорта. Ему задают вопрос. Сколько там мастеров спорта у тебя было в категории? Ни одного. Объясните, как вкатав там 6-7 новичков, можно стать мастером спорта? Ну, я не знаю. Ты во дворе на велике покатался, и ты стал мастером велоспорта? Я тебе могу объяснить. Я когда в Варкрафт играл, когда ты волков убиваешь, у тебя первый левел. Ты 6 волков убиваешь, становится вторым левелом. Нифига себе. Так быть не должно. Но заканчивается с этой хернёй немедленно. Продолжение следует...